Я собираюсь начать с десятой проблемы Гильберта, а именно с проблемы о диафантовых уравнениях. Итак, сто с лишним лет назад Гильберт зачитывает список своих проблем, и в их числе он упоминает вопрос о том, можно ли решить все полиномиальные диафантовые уравнения каким-нибудь алгоритмическим способом? Можно ли, если у нас задан многочлен p, координат x1 и так далее, xn, с целыми коэффициентами, и написано в рене 1 0, и мы хотим узнать, найдутся ли целые числа, удовлетворяющие этому полиномиальному р. Так вот, хотелось бы научиться не просто решать одно, другое, третье конкретное уравнение, а придумать алгоритм, способ, который позволял бы решать любое наперед заданное уравнение. Вот знаменитый Пифагор имеет решение, а если я напишу x куб плюс y куб равно z куб, то что будет? Скажите, граммче. А теперь смотрите, оно не имеет решений, если его интерпретировать стандартным способом, к которому мы привыкли, когда мы говорим, что все числа хотя бы не только целые, но и натуральные, хотя бы один. А пока мы остаемся здесь, пока мы ставим постановку в целых числах, формально у него, например, есть решение из трех нулей, или 1 0 1, или 1 минус 1 0. Но мы сейчас выясним, что привычная нам постановка тоже в эту формально втискивается, хотя, конечно же, ясно, что если уж мы хотели бы иметь для целых, то и для натуральных тоже, и для натуральных неотрицательных тоже, понятно, что мы для всего такого хотели бы иметь решение. Хотели бы? Но уже из наличия рядом с задачей доброй и простой проблемы фирма, не говоря уж о всяком разном другом, очевидно следует, что это не должна была быть простая задача. Потому что решение такого, построение такого метода с очевидностью должно было бы за собой влечь, что у вас, вы научитесь для любого конкретного ВН давать ответ на вопрос фирма. Хорошо. Теперь давайте я сделаю две вещи. Первая вещь чисто техническая, просто чтобы можно было об этом не задумываться. Я скажу, почему общий вопрос про нахождение корней многочленов с целыми коэффициентами, с целых корней и натуральных корней, это один и тот же класс вопросов. Кстати, а может быть кто-нибудь может подсказать, как бы мне, если у меня сколько угодно целых переменных, изготовить одну новую переменную, которая будет принимать только натуральные значения? Сумма четырех квадратов. О, именно так. Значит, есть теорема о том, что любое число из натуральных чисел и нуля представимо в виде суммы четырех квадратов целых чисел. Поэтому, если мы хотим решать задачу с переменными, которые регуляют по натуральным чиселам и нулю, то мы просто умножаем количество переменных на 4 и вместо каждой переменной здесь подставляем сумму четырех вспомогательных квадратов. Долго. Ну, то есть, смотрите, есть два способа. Ну, там, я знаю, видимо, два способа это сделать. Как минимум, первый аналогично представим в виде суммы двух квадратов. Вы говорите, что у вас... Вы сначала доказываете, что любое простое представимое в виде суммы четырех квадратов. А потом говорите, что если у вас есть два числа представимые в виде суммы четырех квадратов, то их произведение представимое в виде суммы четырех квадратов, потому что квадронионы. Потому что вы берете x1 плюс ix2 плюс gx3 плюс kx4 на второе такое произведение, раскрываете скобки, а в квадриньонах, хоть они и не коммутативны, норма произведения равна произведению норм. Поэтому вот вы получили представление для произведения. Я закопал главную техническую деталь, почему каждая отдельная простая представима. Туда я не пойду. Давайте читать так. Мы в текущий момент работаем смесью логиков и логибраистов, и вот это дело отдаем на аутсорсинг, как сейчас можно говорить. Это за нас уже сделали. На самом деле, если вы подавитесь ко мне после лекции, я накидаю ссылок, где это написано. А можно еще разобраться нужно, если мы заменяем натуральные переменные на натуральные переменные? Нет, на целые. Представьте себе, что мы бы научились решать такие, тогда бы мы научились решать и такие. Потому что, например, если бы вдруг случилось так, что мы всегда умеем решать такую задачу, из-за того, что в целых числах какая-нибудь симметрия, какая-нибудь сумма, как покрутили, и что-то, что не чувствует в кавычках порядок, то мы бы смогли туда втиснуть и, например, ферма для тройки, ферма для четверки, ферма для пятерки с помощью вот такого трюка. Кстати, к вопросу о ферма, если мы хотим просить только натуральные числа, то я сюда допишу плюс один. Если я хочу, чтобы какие-то переменные были только натуральными, я еще и единичку прибавлю. Вот. Поэтому, да, и наоборот, если бы мы научились решать задачу для натуральных переменных, то мы бы сказали, что любое целое число представляется в виде суммы, в виде разности двух натуральных. И если бы мы умели решать вопрос о том, решаются ли диафрантово-полимеральные равнения в натуральных числах, мы бы умели сюда втиснуть вопрос про целое. Поэтому это три эквивалентных постановки. И, естественно, мы каждый раз будем использовать ту, которая нам удобна, а больше всего нам, как ни странно, будет удобна такая, где натуральная числа и ноль. Ну, так просто потому, что так удобнее. Вот. Хорошо. Значит, это исходная идея, что вот что было бы замечательно, и почему оно было бы безумно трудно. Ну, и там, можно себе представить, что звездой развития теории через сто лет был бы огромный алгоритм, который засовываешь многочленный, получаешь на выходе ответ. Есть решение, нет решения. Теорема. Оказывается, жизнь устроена гораздо больнее, и такого алгоритма нет и быть не может. Эта теорема доказана последовательными усилиями двух групп, одна из которых состоит из одного человека. Сначала Дэвис Путнам и Джулия Робинсон доказали такое уже утверждение про экспоненциальный многочлен, что это такое, я сейчас скажу. А после этого Юрий Матересевич сделал красивый последний шаг и сказал, что, ребят, а на самом деле все можно сделать и для многочленов тоже. Что нельзя решить вопрос о том, нельзя никак алгоритмически решить вопрос о том, есть ли у многочленов кое. И мы за сегодня попробуем с птичьего полета весь исход рассуждений разобрать. Итак, теорема, которую я, наверное, напишу так, Матересевич плюс Дэвис Путнам Робинсон алгоритма нет и быть не может. Так, давайте я проверю, кто из вас что знает. Встречались ли вы уже с понятием алгоритмической неозрешимости? Понятие, пожалуйста, столько тех, кто встречались. Ага, мало. Это хорошо, значит, вы что-то узнаете. Но вообще, как-то, хотите узнать больше, сходите на курс Алексея Берниславовича Сосинского. Он все, что я сейчас расскажу с полета, он расскажет подробно. Второй вопрос. А кто из вас видел формулу для простого числа, которая многочлен от многих переменных, который принимает либо значение отрицательное и ноль, либо простые, и все простые принимают? Ага, а кто из вас понимает, как это дело работает? Да. Ну вот, те, кто не понимает, я надеюсь, за сегодня мы, по крайней мере, как оно в принципе может работать, за сегодня увидим. Итак, значит, эксквозь в логику и теорию алгоритмов. Итак, теорема сформулирована. Я утверждаю, что алгоритма нет и быть не может. Прежде чем это доказывать, давайте немножко вообще поговорим об алгоритмах, поговорим о том, как что-то подобное можно доказывать. Предположить, что алгоритм есть и получить противоречие. Давайте я скажу, что, давайте я вернусь в год, видимо, что-то между 36 и 40, и скажу, что это был, видимо, первый год, когда, вот какой-то конкретный в этом перемежутке, когда люди столкнулись с понятием алгоритмически неразрешимой проблемы. Вот представьте себе, что я вас спрашиваю, просто или число. Просто или число 2? Да. 3? Да. 4? Нет. 5? Да. Для любого числа, вы, потратив конечное время, даже если спрашиваю вас, просто или число 103, вы, там, потратив какое-то конечное время, перебрав, например, число от 1 до 103 или от 1 до 10, если вы подумали, или просто от 1 до 10, если вы еще лучше подумали, вы мне ответите да или нет, просто или нет. И вы при этом будете следовать одному предписанному алгоритму. То есть у вас есть на входе задача, которая зависит от каких-то параметров. Вы эти параметры скаймливаете вашему алгоритму, перебрать числа от 1 до n-1, поделить на все, проверить, есть ли делимость. То есть и вы даете ответ да или нет, который всегда правильный. Вот этот класс постановки вопросов, это тоже называется словом массивная проблема, когда у вас есть много вопросов, требующих ответа да или нет. Оказалось, что есть вполне естественные вопросы, на которые вы не можете всегда правильно никаким алгоритмам ответить. Нет, на каких-то параметрах можете, но не всегда. Но нет алгоритма, который всегда отвечает правильно на все такие вопросы. И первый такой вопрос, это завис ли ваш компьютер. Представьте себе, что у вас компьютер, вы в него что-то загрузили, какие-то данные с астрофизики, с биологии, еще что-то запустили считать. Искать совпадения, час считает, два считает, лампочками моргает, что-то диском гудит. Может он завис, может вы где-то в программировании ошиблись. Вопрос, остановится ли данная программа, запущенная на данных исходных, хоть когда-нибудь. Это вопрос, ну там есть два параметра программу исходные данные, и той будет ответа да или нет. Теорема, Аллан Тьюинг, видимо, 1930, то ли шестой, то ли седьмой, если мне не изменяет память. Теорема, такого алгоритма не существует. А проблема, которую я сейчас назвал, называется проблема останова. Проблема останова алгоритмически не разрешена. Более того, это ровно то, что Алексей Берниславович упоминал на представлении курсов, если вы это успели запомнить. Ну, давайте я скажу два слова о том, почему это правда, потому что нам это понадобится. А может быть у кого-то есть идеи? Из тех, кто не знает точно. Может быть, если бы была такая машина, мы бы где-то себя передали? Правильно. Значит, исключительно правильно. Во-первых, не знаешь, как доказывать, доказывать противно. Пусть разрешима, тогда есть алгоритм. А что такое алгоритм? Алгоритм – это то, что можно запрограммировать. Значит, пусть есть. Тогда это алгоритм. Но мы ее передадим ее саму, запустим, она остановится и скажет, да, я должна была остановиться, вот я остановилась. Поэтому прежде, чем запускать ее на ее саму, ее нужно испортить. У нас программа всегда выдавала либо да, либо нет. Давайте наш тестер. Давайте мы на него навесим внешнюю петельку. Если он выдает нет, то пусть тебе останавливается. А если он выдает да, то вместо команды на выход запустим его в бесконечную петлю. Вот просто вот в последний момент перед остановкой проверить, какой ответ должен выдать. И если он должен напечатать ответ да, останавливается, то повиснуть. Просто декларативно по прямому циклу. Что мы получили? Эта штука, запущенная на ком-то, останавливается, если тот товарищ виснет, и виснет, если тот товарищ останавливается. А вот теперь запустим ее на ее саму. Покажем ей зеркало. Если она виснет, то по своему свойству она должна была бы выдать нет, не останавливается, и должна была бы закончить работу. Если она заканчивает работу, то она должна была бы выдать да, и за нашей петельки должна была бы подвиснуть. И это классический парадокс лжица, вот как он есть. Единственная тонкость, которую я сейчас замаскировал, давайте я эту волчью яму обозначу, скажу, что с ней делать, а окопаться в ней не буду. Более аккуратно ограживать флажками и перепрыгивать. Я говорил про сочетание программы и данных. Поэтому сейчас нужно посмотреть, кому мы передаем на вход. На самом деле правильный способ провести вот это декретство такой. Мы не только не умеем решать вопрос о том, останавливается ли программа, запущенная на каких угодно данных, но не умеем решить вопрос, останавливается ли программа, запущенная на своем собственном коде. Берем такой искусственный вопрос, который есть часть общего, что будет, если программе на вход подать ее собственный код, зависит ли это или нет. И вот теперь, после того, как мы все это сформулировали, видно, что с одной стороны, если бы мы умели решать общую проблему, мы бы умели решать и эту, а с другой стороны, эту мы решать не умеем, потому что вот здесь все тонкости с тем, кто программа, а кто ее вход, снимаются. Мы действительно запускаем программу на ее собственном коде. Точка, конец доказательства. противоречие получилось только из того, что мы предположим, что у нас есть алгоритм, который всегда правильно говорит либо да, либо нет. Значит, вывод. Проблему остановил, алгоритмически не разрешим. Более того, алгоритмически не разрешим вопрос, остановится ли программа на своем собственном коде. Это была такая нетривиальная концепция, и из этого пошла куча следствий. Значит, понятно ли вот эта декларация? Мы скормили испорченному алгоритму его же самого, то есть, испорченному алгоритму испорченный алгоритм. Какие данные у испорченного алгоритма, которые мы скормили? Нет, сейчас. Мы скормили из алгоритму, который умеет отвечать на вопрос, остановится ли программа на своем собственном коде, его собственный код. И, соответственно, в этот момент слово входные данные для, опять-таки, автоматически, а на ком мы его спускаем? На его собственном коде. Вот, а ровно за этим мне и нужно было это. И я вот поэтому я это проговорил в конце, потому что вначале это было бы слишком много сторонных действий. Немотивированных. Еще вопросы? Итак, вывод, который отсюда можно сделать, повторяю, это расскажет аккуратно и подробно. Вывод, который отсюда можно сделать, что мы не умеем отвечать на вопрос, всегда правильный следуя одному тому же алгоритму, остановится ли данная по компьютерной программе. Вывод. Значит, и это такой камень, из которого с куча, куча, куча следствий под названием, если, хоть, если внутрь какой-нибудь другой проблемы мы умеем засунуть вопрос о проблеме останова, то этот вопрос тоже алгоритмически не разрешен. Представьте себе, что я задаю какой-то вопрос, тоже массовый. Например, можно ли разрезать плоскость на доминошке из заданного набора форм? Например, чтобы все было честно и алгоритмически, вообще доминошки составлены только из квадратиков, такие полимину. Можно ли разрезать плоскость на данный набор полимину? На самом деле, этот вопрос алгоритмически не разрешен. Потому что, значит, то, что я сейчас говорю, в больших-больших-больших кавычках, но мы туда все равно не пойдем. Оказывается, что можно для каждой программы, для каждого алгоритма, можно создать такой набор полиминушек, что ответ на вопрос, разрезается ли плоскость на эти полиминушки, даст нам ответ на вопрос, останавливается ли данная программа. А поскольку мы не умеем отвечать на вопрос «Останавливать цели программы», мы не умеем отвечать на вопрос «Можно ли разрезать плоскость?». Нет, иногда можем. Например, вот на такую доминошку, идеально квадратную, я подумаю, но я разрежу. Даже на треугольную разрежу. Иногда, опять-таки, скажем, давайте я отступлю от своего правила и скажу, что я попрошу правильный пятиугольник, хоть я это и запретил. Но если меня спросят, можно разрезать плоскость на правильный пятиугольник, я честно скажу, нельзя. Но это случай из случаев. Нет ни одного алгоритма, который позволял бы всегда во всех случаях правильно дать ответ на вопрос «Можно ли разрезать плоскость на данный набор полименожек?». Вот. Ну, еще раз. Почему у нас нет алгоритма, который дает? Я передекларировал… Который дает «Останов» или который дает полименожки? Полименожки. Я передекларировал, что я сумею задачу, что проблему «Останова» можно свести к полименожкам. На самом деле оказывается так, что можно создать алгоритмический причем по алгоритму набор полименожек, который ломается в некотором месте, то есть не получается дальше продолжить. Тогда и только тогда, когда программа завершает работу. Поэтому если вы получаете ответ, что плоскость разрезать можно, значит программа висит, будет работать бесконечно. А если получаете ответ, что разрезать нельзя, значит программа завершила работу. Вот. Но я это передекларировал, и я этого не объяснил, хотя, может быть, я скажу два слова в конце. Что-то у нас время не прошло. 25. Очень хорошо. Вот. Итак, есть ли у кого-то идеи, что теперь нужно делать, чтобы доказывать эту теорему? Правильно. Нужно по любому алгоритму, по любой компьютерной программе искать многочлен, такой, что вопрос о том, есть ли у многочлена ноль, сводится к вопросу о том, останавливается ли соответствующая программа. Теорема. Теорема. Это таки да, можно сделать. Можно алгоритмически сопоставить программам многочлены так, что программа останавливается тогда и тогда, когда у многочлена есть диафантов корень. Значит, на самом деле очень интересно, что к моменту, когда были работы Робинсон, Дэвиса и Поттерна, народ не понимал, куда ветер дует. То есть, обзор их работы, кажется, в мат-ревьюз говорит, что ну вот, да, это, конечно, они говорят, что это в направлении десятой проблемы Гильберта, но это настолько невероятно. Ну, я положу соответствующий кусочек в материалы. Ну, в общем, народ не видел, что получается, не видел и не верил, что действительно в многочлены можно засунуть все программы и тем самым получить алгоритмическую неразрешимость. А таки да, можно. Вот, хорошо. Давайте, значит, итак, моя декларация стоит в том, что мы сведем, в кавычках, проблему остановок к проблеме о наличии нуля у многочленов. И чтобы это сделать, нам нужно, в кавычках, научиться программировать многочлены. Этим мы сейчас и займемся, а именно мы сначала решим некоторый детский вопрос. Мы попробуем предъявить многочлен, у которого множество его натуральных значений, это в точности простые числа. но детский, потому что мы будем предъявлять не многочлен, а экспоненциальный многочлен. То есть, я уже пару раз это слово произносил, собственно, а ровно к этому относилась работа Робинсон, Дэвиса и Путнома. Они расширили класс многочленов, включив в него степень. У нас бывали не только маномы x2, x2 и так далее, но и маном вида переменная в степени переменная. x в степени y. Давайте мы разрешим такое. Это, конечно, расширяет класс. Давайте покажем, что внутрь такого можно втиснуть проблему остановок. И давайте внутри такого найдем штуку, которая принимает в качестве натуральных значений только простые числа. А уже потом, собственно, спасибо ему Тересевичу, сумеем выразить отношение x степени y к равному z исключительно с помощью многочленов. Это план на остаток лекции. Есть ли вопросы по программе партии? Можно? Правильно, я понимаю, что мы хотим сопоставить, что если корень есть, то она у нас будет зацикливаться. Нет, а вот здесь наоборот. Корень есть, значит, смотрите, логика такая. Корень есть – это что-то, что вы можете увидеть. И программа остановилась – это то, что вы тоже можете увидеть. Вот на самом деле вы сопоставляете – корень есть, и программа остановилась. А корня нет – равносильно тому, что программа зациклилась. Это, наоборот, с доминошками ситуация обратная, потому что с доминошками не разбиваемость. Если у вас доказывается, что нельзя разбить плоскость, то это доказывается на конечном этапе, что есть достаточно большой круг, который нельзя разбить. Собственно, ситуация очень похожа на… ну, не с доминошками, а с полиминошками. Ситуация очень похожа на ситуацию с компьютером, что для любого размера n посмотреть, можно ли разбить что-то, квадрат n на n плюс какие-нибудь хвостики наружу, прибирается за конечное время. Но если вы разбили миллион на миллион, вы не знаете, получится ли миллиард на миллиард. Вопрос. Когда остаются 22 программы? А их не 22 программы, а максимум 5. В анонсе «Кольца» написано, что максимум 5, если все успеем. Нет, я не заявил, что я готов говорить о всех 23. Я хочу с птичьего полета поговорить о пяти, и даже за это коллеги меня ругали и говорили, что я не уложусь ни разу в жизни. Так что мы, конечно, посмотрим, но 23, извините. Боюсь, что на части из них мне просто подготовки не хватит. Вот, итак, экспоненциальные многочлены. У нас есть не только мономы вида икситая квадрат и так далее, но и икситая в степени и безжитая. Ну, давайте, чтобы не создавать проблему вида 0 в нулевой, договоримся, что мы хотя бы одну из переменных просим производить... Просим, чтобы хотя бы одна из переменных была бы не меньше единицы, и работаем мы в натуральных числах плюс 0. Итак, прежде чем заниматься общей теорией и начинать программировать машину тьюринга, мы решим задачу о том, как проверить простоту числа. Итак, теорема существует экспоненциальных многочлен P от x1 и так далее, xn, у которого множество натуральных значений. Это есть простые числа. Это чуть-чуть другая задача, чем, скажем, задача останова, но мы увидим, что ситуация того же класса, мы хотим что-то программировать. Давайте этим займемся. Кстати, кто из здесь присутствующих, если не секрет, конечно, программировал на ассемблере? Супер. А на C? Значит, на языке высокого уровня явно что программировали больше. Давайте мы будем воспринимать все это дело как языки разного уровня. Многочлены, которые я только что сестер, будут ассемблером. Естественно, что гораздо приятнее программировать на языке высокого уровня, где куча функций. А дальше уже вопрос о том, как язык высокого уровня перевести в машинные коды, как его развернуть из чего-то совсем ограниченного. Поэтому мы сначала с комфортом решим эту задачу на языке даже еще более высокого уровня, чем экспоненциальный многочлен. А потом будем бороться за реализацию всех тех функций, которые нам нужны. Итак, факториальный многочлен. Разрешен факториал. Давайте рассмотрим вообще такой безумный объект. Мы разрешили факториал. В этот момент задача написать такой многочлен факториальный, у которого множество натуральных значений – это только простые числа, становится почти упражнением. Почти. Даже Вильсон нам не нужен, нам Евклида хватит. Итак, во-первых, многочлен для удобства пользователей и для удобства доказательства простоты будет разложен на два со множителя. Он будет принимать простые значения, он будет разложен на два со множителя. Первым из которых является просто итоговое значение p, которое нам нужно. А вторым, значит, если уж мы хотим, чтобы это был простым, то второе сложность хотя бы иногда должен быть единицей. Потому что никак иначе в произведении двух целых чисел простое число я не получу. Значит, многочлен p большое от всей кучи аргументов, один из которых я для простоты обозначу через p маленькое, p маленькое, x1 и так далее, будет иметь в вид p маленькое умножить на 1 минус сумму некоторых квадратов. К чему это приводит? Во-первых, если все выражения в скобках равны нулю, то я получаю мое искомое p маленькое. Во-вторых, если хоть кто-то в скобках не 0, то он хотя бы один и значит все произведение либо 0, либо отрицательное. Поэтому, если я предъявляю p вот такого вот вида, то то, что я получаю, значит, некоторое p маленькое бывает его значением, равносильно тому, что существуют x1, x2 и так далее, такие, что выполняется целая система. Вот здесь давайте я эту скобку обозначу через α0, которая зависит от кучи всего, эту скобку через α1, которая зависит от кучи всего, и попрошу, чтобы α0 от кучи всего равнялась нулю, α1 от кучи всего равнялась нулю и так далее. Ну хорошо, давайте работать. Я думаю, что алгоритмическую неразрешимость можно стереть. Да, пока я стерю. Книга о проблемах Гильберта, еще до того, кстати, как десятая проблема была решена, годов издания где-то, кажется, 60-х, 60-х какого-то, лежит в папке materials, отвечающей как раз курс. Итак, во-первых, я хочу попросить, чтобы моя переменная p, которая, вообще-то говоря, живет в натуральных числах плюс 0, была не меньше 2. Как мне это попросить? Ну, я, конечно, мог бы здесь написать, как это традиционно делается, вместо pk плюс 2. Поэтому, если вы посмотрите все эти многочлены, которые выписывают, кто-то 26, 35, то это вместе просто пишут k плюс 2 и не мучаются. Но мне хотелось, чтобы простое число появилось просто в явном виде, даже если я заплачу за это лишних переменных. Поэтому давайте прибавить… Можно, конечно, взять свободную переменную и прибавить 2. Но если я хочу, чтобы ответ был лично одной переменной p, то это можно сделать почти так же. Как? Если я хочу, чтобы гарантировать, что переменная p не меньше двойки. У меня есть куча дополнительных переменных. Я могу вписывать, сколько хочу уравнений в систему. Какое уравнение мне проверит, что буква p не меньше, чем 2? p минус 2 квадрат? Нет, p минус 2 квадрат – это надо проверить, что p равно 2. p минус 2 и p минус 4 квадрат? Сумма 4 квадрат не была нужна только если я был к натуральным числам. Я уже договорился, что у меня переменные натуральные числа или 0. Поэтому просто скажем, что p минус 2 – это еще одна переменная. И, соответственно, давайте я скажу, что α0, которая здесь, от p и x1 – это p минус 2 минус x1. Я просто попросил, чтобы мою переменную p можно было представить в виде x1 плюс 2. Имею право. Хорошо. Теперь я обеспечил, что моя переменная p не меньше, чем 2. А вот теперь давайте проверять на простоту. Здесь уже была сказана идея. Давайте тот, который сказал, скажет ее погромче. Тема висна. Что она утверждает? Значит, n минус 1 факториал плюс 1 делится на n тогда и только тогда, когда n простое. И обратите внимание, что так мы бы смогли пройти. Я сейчас пойду чуть-чуть другим путем, просто чтобы показать, что так можно. Но этот путь нас будет тоже привел к успеху. Значит, это теорема Вильсона. И делимость мы, конечно же, можем задать. Скажите, как? Конечно. Конечно. Значит, итак, давайте я скажу, что я хочу, чтобы p минус 1 факториал плюс 1 равнялось бы p умножить на еще одну переменную. И вот это объявил бы α1. Здесь мы пользуемся тем, что мы имеем право писать факториалы, а не только мономы. Да. На самом деле, к этой записи можно цепляться по нескольким параметрам. Можно, во-первых, мне сказать, а что это я пишу не переменную факториал, а переменную минус 1 факториал. А если я вообще разрешу писать факториал чего-то отрицательного, то у меня в половине случаев мой факториальный многочин может начать ломаться и как бы с этим побороться. Ну, вариантов борьбы много. Например, можно сказать, что давайте я заведу еще одну переменную, равную p минус 1, после чего будет у меня факториал от этой переменной. А если p, например, переменная оказалась равна нулю, не проблема, я просто не имею права подставить x2 отрицательно, просто я не смогу улетворить это условие. Ну, не смогу, не смогу. А, нет, не x2, простите, x. 3 уже. 2 занято. А мы же уже и так просим, что у меня есть 2. А? И так просим, что у меня есть 2. Нет, это просим... Смотрите, здесь есть некоторая тонкость. Один вопрос, это что мы просим условием, что часть многочлена такова, что он не может равняться нулю, если только эта переменная не меньше, чем 2. А другое, это не будет ли у меня проблем просто с подстановкой конкретной переменной p равно нулю, если я при p равно нулю здесь получу минус 1 факториал, который нельзя. Вот. Но это, это некоторые детали, которые вполне себе легко обходятся. Вот. На самом деле можно было вместо такой тяжелой артиллерии обойтись простым евклидом, немножечко за сколько там лет, примерно пару тысяч лет назад плюс-минус, и сказать гораздо более простую вещь. p больше либо равно двум простую, тогда и только тогда, когда p взаимно просто с p минус 1 факториал. А наименьший общий делитель мы можем выразить как раз таки по алгоритму евклиды. Мы можем сказать, что наименьший общий делитель представим как х, очередное, там, 4 на p минус х5 на p минус 1 факториал, и мы бы сказали, что условие альфа-1, это не вот это, а альфа-1 штейф в другом варианте будет вот таким условием. Мы попросим, чтобы нашлись х4 и х5 такие, что х4 на p минус х5 на p минус 1 факториал, минус 1 равно 0. Чтобы и означало, что p и p минус 1 факториал взаимно просто. Что, конечно, означает, что p не делится ни на одно из меньших чисел. Да, я сейчас в этом месте следую статье как раз Материсевича в кванте. Она тоже, конечно, появится в материалах. Если захотите перечитать, то она там вполне себе будет очень красивая и понятная изложенная. Итак, в варианте с факториалом мы все сделали. Но факториал – это язык высокого уровня. А нам и так уже... Мы и так уже себе сделали послабление, сказав, что мы будем работать в экспоненциальных многочленях. Давайте сводить, давайте реализовывать функцию факториал на языке всего лишь экспонент. Сделаем мы это в два этапа. Да, могу ли я это стереть? Правда ли, что оно... Сейчас уже все посмотрели. Хорошо. Итак, а где вообще нам встречается факториал? Где нам чаще всего встречается факториал? Истинно так, в бельмериальных коэффициентах. Давайте, опять-таки, немножечко помечтаем и предположим, что хорошо, факториал у нас отняли, мы поплакали и вытребовали себе бельмериальные коэффициенты. Вот представим себе, что мы имеем право писать не только экспоненты, которыми сейчас пользоваться не будем, но и цей из НПК, которые, как известно, Н факториал, поделить на К факториал, Н минус К факториал. Давайте реализуем свойства быть факториалом. Давайте научимся выражать факториал через цешечный многочлен. Итак, представьте себе, что мы взяли С из Н очень большого пока. И давайте я с накрощу Н факториал, с Н минус К факториал, и станет у меня в числе Н на Н минус 1, ну и так далее, на... Где я должен закончить? Н минус К плюс 1 поделить на К факториал. Получается, у меня такая дает. Вот допустим, что Н по сравнению с К совершенно гигантская. Я сейчас хочу сказать... Сейчас, 2 секунды. Да, и мне, конечно, понадобится и несколько раз. Я хочу сказать, что мы сейчас это дело... Скажем, что это примерно Н в катах на К факториал. Примерно. Ну, как известно, сказать примерно, это же ничего не сказать. Пока не сказано, в каком смысле примерно. Вот давайте я возьму Н в катах и поделю на С из Н по К. Что я получу? Я получу К факториал, которые фиксированы, умножить на Н на Н и так далее на Н, поделить на Н, на Н минус 1, на и так далее, на Н минус К плюс 1. Вопрос. Куда вот это дело стремится при Н стремящемся бесконечности? К факториал. Но предел мне брать запрещено. Поэтому давайте пытаться как-то обойтись конкретными. Есть ли идеи, что нужно сделать, чтобы суметь сказать, что у равно К факториал? У, который, напомню, поскольку я очень мудро и вовремя все стер, у нас же переменные все, натуральные или нулевые. Значит, как бы нам так поймать, что переменная у равна К факториал воспринимешься конкретными Н и К? Есть ли идеи? А как назовем? Значит, для начала. А вот здесь я хочу сказать, что это равно К факториал. Истинно. Значит, начиная со вполне конкретного Н, целая часть вот этого дела просто равна К факториал. Более того, вам очевидно, что за глаза хватит Н большего, чем К в степени К в степени К. Может быть, плюс 2, чтобы работало при К в нулю единице. Достаточно большого Н вам вполне себе хватит. И достаточно большого вы вполне себе можете выразить в наших терминах. Кстати, как? Как выразить вот такое отношение, что Н больше, чем К в степени К в степени К, второе, очень хорошо, вот это альфа, там, какое-то там, равное Х минус К в степени К. А как больше выражать? Равно К в степени Х плюс очередная переменная, скажем, З. Ну вот, урок программирования на многочленах. Хорошо, значит, как только Н больше, чем вот это дело, целая часть в точности равна К факториал. А как бы нам так выразить, что целая часть чего-то одного равна чему-то другому? Что такое, что целая часть одного равна другому? Давайте я сотру отсюда то, что мы уже разобрали. И скажу, что мы хотим сказать, что У равно целой части С из Н на верт. Н в катый поделить на С из Н пока. Это равносильно тому, что У меньше либо равно Н в катый на С из Н пока меньше, чем У плюс 1. Давайте я домножу на знаменатель и напишу систему из двух уравнений. Из двух, простите, не равенств. С из Н пока умножить на У меньше либо равно Н в катый. И У плюс 1 на С из Н пока. Больше, чем Н в катый. По-моему, мы победили. Неравенство. Мы вполне умеем обрабатывать. Добавляем очередные дополнительные переменные. Что одна часть равна другой плюс очередная дополнительная переменная. z1 плюс, ну, плюс z2. Итак, целую часть сумели выразить, то, что Н большой, сумели выразить. И выразили то, что У равно К факториал. Где у нас Н это дополнительная переменная, z1 дополнительная переменная, z2 дополнительная переменная. И вот здесь еще живут z и x, две дополнительные переменные. Ну, да, понапихали дополнительных переменных, но выразили. Последили. Замечательно. Итак, мы передвигаемся к нашему почти ассемблею. Мы сумели выразить факториал через биномиальные коэффициенты экспоненту, но мы вытебовали себе биномиальные коэффициенты, которые тоже были не положены. Сейчас у нас их тоже отберут, придется выражать. Давайте выразим. У кого есть идеи, как выражать? О, бином Гютона. Значит, давайте я возьму М. Значит, нам нужно выразить c из Н пока. Отношение штурика на c из Н пока. Давайте возьмем М очень-очень большое. Я даже не буду писать, насколько большой, но там, видимо, Н плюс К в степени Н плюс К нам еще, может быть, в квадрат нам за глаза хватит. А на сколько именно и что конкретно, мы либо посмотрим под конец, либо не будем смотреть. Хорошо? Тогда, что такое М плюс 1 в степени Н? По биному Ньютона, это сумма по Ж от 0 до Н, c из Н по Ж умножить на М в степени Ж. В М-ичной системе счисления, вот у нас все биномчики выписаны. Но нам нужны не все, нам нужен один конкретный. Вот этот. Как нам его поймать? Разделить, взять целую часть и взять остаток в отделение на М. Нужно делать или все поверят, что мы точно так же это сделаем? А уже брали, точно так же домножая на знаменатель. А что такое остаток? Остаток это поделить, взять целую часть, чтобы было не полное, а частное, и вычесть с коэффициентом, чтобы получить остаток. Окей? Замечательно. А теперь все. Значит, мы научились выражать утверждение, что число простое, с использованием где-то десятка доходных переменных, но в виде экспоненциального многочлена. На самом деле у нас произошло сразу две вещи. Во-первых, мы получили два связанных факта. Во-первых, мы написали экспоненциальный многочлен, у которого множество натуральных значений. Это все простые, только они. А во-вторых, если саму переменную P отбросить и оставить только сумму квадратов альфа 0 квадрат плюс альфа 1 квадрат плюс альфа 2 квадрат от наших условий, то мы написали многочлен, который обращается в ноль тогда и только тогда. Мы написали, если мы посмотрим только на сумму альфа 0 квадрат плюс альфа 1 квадрат плюс и так далее, тех условий, что мы писали, то это многочлен, который давайте я обозначу через Q. Код P и дополнительные переменные равен 0 хоть для каких-то дополнительных переменных. Тогда и только тогда, когда P простой. То есть, под конкретную массивную задачу проверки простоты, мы написали экспоненциальный многочлен Q, такой, что для P найдутся x1, x2, 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 x2. Так что это самая сумма квадратов альфа 0, если и только если, первый аргумент и простое число. То есть мы в кавычках запрограммировали проверку простоты. По определению, давайте я уже их, конечно, все стер, давайте возьмем все эти условия, что мы писали, давайте их возведем в квадрат и сложим. Тогда мы получаем многочлен, который обращается в 0, если все условия выполнены, а условия нам и проверяли, что число это простое. Декларация. Зачем мы пошли в простоту? Просто чтобы посмотреть, что так бывает, а теперь декларация. На самом деле можно написать многочлен, который обращается в 0, тогда и только, у которого найдутся переменные, такие, что начинают обращаться в 0, если и только если некоторая программа, с которой мы начинали, заканчивать свою работу. Если мы такое докажем, мы это, на самом деле, не совсем докажем, мы немножко помашем руками с объяснением того, как оно, в принципе, могло бы доказываться. Значит, если такое доказать, то мы убирали в экспоненциальные многочлены, а на самом деле, если такое доказать для многочленов, то в многочлены, в вопрос алгоритмической неозрешимости. Вопрос, проблему остановок, и получили искомую алгоритмическую неозрешимость. Теперь два важных шага. Я, прошу прощения, действительно не пойду совсем в детали, я скажу два слова о том, как такие вещи делаются. Первое, это вообще, как внутрь многочлена, или экспоненциального, или хотя бы экспоненциального многочлена, можно засовывать утверждение о том, что некоторая программа завершает свою работу. Это называется экскурс в бюрократию. Идея Дэвиса Робинсон, экскурс в бюрократию. Что мы на самом деле реализовали, когда мы написали наш многочлен? Вот те вот условия, те, например, переменные. У нас, когда мы говорили, что П простой, у нас можно было спросить, а чем докажешь? Я знаю, что число 101 или 103 простой, а чем докажешь? Когда мы говорили, что у нас многочлен обращается в ноль на переменные П и дополнительных переменных, то эти переменные выполняли роль доказательства того, что число П простое. Так вот, мы сейчас хотим научиться по программе строить экспоненциальный многочлен от переменных x1 и xn, такой, что у него есть корень тогда и только тогда, когда программа будет а от слова алгоритм, а многочлен ку с индексом а. И есть корень диафантов у ха тогда и только тогда, когда а останавливается. Так вот, этот самый корень, набор переменных, должен доказывать, что программа останавливается. Точно так же, как раньше, чтобы доказать, что число простое, оно приходило не одно, а приводило с собой пару друзей вспомогательных переменных, которые выступали свидетелями, что P и P-1 факториал взаимно просты, потому что одно на другое минус один делится на третье. Точно так же мы хотим, чтобы у нас дополнительные переменные, когда они сумели принять такие значения, что многочлен обратился в ноль, это на самом деле было бы доказательством того, что машина завершила свою работу. Теперь, есть еще два вопроса. Первый – это на чем именно у нас будет программа. И в этом месте проще всего взять некоторый самый-самый-самый простой, в кавычках, компьютер, который бывает в логике, но на самом деле с которого можно развернуть все. Кстати, а кто из вас слышал слова машины тьюинга? Ну вот, есть такой, некоторый стандартный компьютер для логики, который называется машина тьюинга, так вот мы будем использовать не его, а более простой, но на котором машину тьюинга можно эмулировать, пусть и медленно. А значит, все, что можно спросить про машину тьюинга, можно спросить и про него тоже. И значит, алгоритмическая незрешимость для него тоже выполняется, потому что к нему сводится машина тьюинга. Давайте я скажу, что у нашего компьютера будут несколько, но конечное число ячеек памяти. Я хочу, что я сейчас делаю, я сейчас описываю вот эту стрелочку. У нашего компьютера будет сколько-то ячеек памяти G1, G2 и так далее. На самом деле можно обойтись конечным числом, и если не изменять память четырех уже достаточно, чтобы на них можно было медленно-медленно реализовать все, что угодно. У него будет некоторый список состояний, конечный, 1, 2 и так далее, фиксированное S. И программа его будет состоять из очень простых операций вида – добавить к счетчику единицу, уменьшить счетчик на единицу, проверить, равен ли счетчик нулю, и в зависимости от того, равен ли он нулю, перейти, если ноль, то в одно состояние, если не ноль, то в другое. Такая очень-очень-очень базовая штука, но оказывается, что на таком все разворачивается. Операции строчки кода нашей программы, каждая строчка и кода может говорить либо G какое-то от единицы до четверки увеличить, давайте напишу, двоеточие равно G такое же плюс 1, G, КТ равно GКТ плюс 1, где К от единицы до четырех. Бывает, ну и бывает GКТ равно GКТ минус 1, и бывает, если… И перейти при этом к каким-то другим состояниям, перейти к состоянию и штрих, перейти к состоянию и два штриха, и если GКТ равно нулю, то перейти к состоянию и три штриха, а иначе к состоянию и четыре штриха. У нас очень-очень-очень простой язык программирования. Некоторое упражнение на программирование состоит в том, чтобы на таком языке развернуть еще раз, медленно-медленно, но любое полноценное ему левнее чего угодно. На самом деле, в качестве комментария о том, как это можно сделать… Сейчас слово машины тьюринга слышали… Смотрите, пожалуйста, руки. Ну вот, у машины тьюринга есть лента, например, давайте сейчас на ленте бывают только нули и единицы, тогда от головки есть запись вправо, которую можно смотреть как двоичную запись с числом, и запись влево, которая тоже двоичная запись и число. И тем самым ее можно превратить в число. Вот постоянно мы будем эти два числа хранить в G1 и G2. Сдвиг головки влево или вправо – это одно из чисел нужно на два умножить, а другое поделить. Ну вот, когда мы это будем делать, можно, например, вычитать по одному из соответствующего числа, пока он не обратится в ноль, и на каждом таком такте увеличивать на два другой регистры. Это некоторое упражнение в программировании, но оно вполне себе делается. Поэтому мы временно поверим в то, что вот на таком языке тоже пишутся все алгоритмы, пусть медленно и криво. А теперь опять-таки некоторая декларация. Что такое, что машина тьюинга, простите, что алгоритм, что программа закончила свою работу? Значит, давайте проникнемся духом бюрократии. Если к нам приходит кто-то и говорит, что, слушайте, закончила работу. А чем докажешь? Где протокол работы? Значит, собираем комиссию. Комиссия сидит и пишет. День первый. Счетчики в состоянии таком-то, таком-то, таком-то. Машина выполняет строчку один. День второй. Счетчики в состоянии таком-то, таком-то, таком-то. И протоколируем работу от первого дня до последнего. И последняя строчка протокола должна быть. Машина перешла в состояние стоп. Итак. Значит. Машина завершает работу. Равносильно тому, что существует набор. Существует время работы Т. И набор. Ж1 от 0 и так далее. Ж1 от Т. Ж2 от 0 и так далее. Ж2 от Т. И так далее. Состояние в начальный момент и так далее. Состояние в конечный момент. Такие, что. Во-первых. Состояние в начальный момент. Это начальное состояние программы. Ж1 в начальный момент. Это начальное Ж1. Какое-то конкретное. Ну, давайте, например, договоримся, что программа начинает работу на чистых регистрах. На 0, 0, 0, 0. Ж2 и так далее. В начальный момент времени все как предписано. Состояние. Состояние в конечный момент времени. Это стоп. Команда останова. И самое важное. Для любого. Т от 0 до Т минус 1. Переход. Переход. От. Жритых. От. Т. К. К. Жритым. И состояние в момент Т плюс 1. По правилам. Машина завершает работу, если и только если существует согласованная конечная последовательность того, как она работает. Непонятно. Что такое время работает? Натуральное число. А вот эти настройки, это просто конкретное? Это просто как она работала в каждом момент времени. Я просто сказал, что машина завершает работу, если и только если. Есть конечный набор того, с чего она начала, как она закончила. Такой, что переход от того, что мы видим в момент Т маленькая, к тому, что мы видим в момент Т маленькая плюс 1. По правилам работы. И в каком состоянии она должна быть решена? Состояние стоп. То состояние, которое мы договорились, что это команда останова. Когда мы пишем программу, у нее есть одно состояние стоп. Закончить работу. На самом деле, то, что я сейчас говорю, полностью это футологично. Но, давайте я скажу, что очень бы хотелось заставить наш многочлен это дело проверять. Если мы сумеем это сделать, то мы победили. Если мы сумеем заставить многочлен проверять, что какой-то огромный набор состояний последовательно согласован, то мы победили. Осталась последняя деталь. Здесь неизвестное время работы. Но многочлен у нас должно быть от фиксированного числа переменных. Иначе бы я бы сказал, что ну как, ну вот каждый переход это вполне себе начнет втискиваться. Но мы не знаем, сколько машина будет работать. И в этом месте применяется очень красивый трюк. Я его скажу, а больше в детали не полезу. Давайте все состояния, сколько мы их видим за время работы, будут цифрами в записи огромного числа в огромной системе исчисления. Давайте у нас будет в нашем многочлене одна из вспомогательных переменных, которая много больше, чем очень-очень-очень много что. И давайте соберем все состояния во все последовательные моменты в одно огромное число. Давайте соберем состояние регистра по все моменты времени в одно огромное число, просто использовав огромную систему счисления. После чего у нас задача проверить согласованность между тем, что происходит в момент времени, в каждый момент времени t маленькая и в следующий момент времени с использованием нашего экспоненциального многочлена. Так вот, утверждается, что это можно сделать. Мое время закончилось, давайте я напишу последнюю вещь и на этом закончу. Итак, давайте поверим в то, что это можно сделать. Вот таким вот кодированием засунуть последовательное состояние в многочлен, заставить многочлен работать бюрократом и проверять, что все переходы от каждого момента времени к следующему правильные, благо умножение на m нам как раз все время сдвигает на единицу. после того, как мы это сделали, остается вопрос, а как собственно выразить через многочлены то, что у вас одно число это другое в степени третья. как вообще увидеть хоть какую-то экспоненциальность. И здесь есть два ответа. Один, о которых я назову только имена, потому что уже время закончилось, сейчас ужин. одно слово это уравнение пелля, а второе слово это число фибоначчи. И я закончу речью, которую Материсевич пишет в своих записках. Если, вообще-то говоря, вам нужно будет еще и выразить, что число это число фибоначчи, но квадрат одного числа фибоначчи делит другое, если это так, то если ничего не путаю, то само это число фибоначчи делит уже номер. Давайте я проверю, что я вам не наврал. Да, не наврал. Значит, а это значит, ну, по крайней мере это вам позволяет выразить отношение, что что-то это больше, чем экспонента от другого. Если вы сумеете выразить, что что-то это число фибоначчи, значит, как минимум, поиграв с этим, вы можете хоть какой-то экспоненциальный рост вытащить. И, видимо, я на этом закончу рассказ о десятой проблеме Гильберт со словами, что вот да, если очень аккуратно работать, то можно программировать многочлены. И вот именно поэтому никаких алгоритмов, которые универсально решают диафронтовое выравнение, нет и быть не можно. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ